В этом мире есть масса различных сверхспособностей. Ну там телекинез, там телепати, там что-то другое. Еще одна сверхспособность это умение быть бодрым и трезвым 1 января. Такой способностью обладают либо бабушки, которые привели внуков на утренний спектакль, ну или те, кто этот спектакль играет. Поэтому, как ты полагаешь, 1 января бабушку я бы не хотел сюда вытаскивать, а вот актера театра «Нашего дома» тебя как раз-таки, Женя, я тебе и вытащил. Вообще, 1 января, какая это атмосфера для тебя? Вот за последнее давай, ну года три. Для меня? Леш, ну смотри, я когда просыпаюсь 1 января, если я проснулся, конечно, если еще не ложился. Ну это было редко. Нет, конкретно последние 3 года я действительно с утра просыпался с мыслями аллилуйя, вот как-то так это было. Потому что начиная где-то с 15 декабря до 31 числа 22 часов просто нон-стоп вот этот день 40-ка бежит, потому что все праздник, 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 спектакль, спектакль, праздник, праздник, спектакль, спектакль. любишь больше так ласками спектакль ну конечно все таки это профессия откровенно а корпоративы это все таким подработочки ну и подработкой то самое место вот почему я допустим не особо люблю корпоративы ты должен войти в зал где тебе первые пять минут просто не любят но они же сначала деньги что они еще там не расслабились вот кто то что ты я всегда проводил параллель что корпоратив это как ни крути но это ты пришел в гости и а когда спектакль это к тебе пришли в гости можно сказать и тут как бы это вроде бы хозяин положение тебе не к ничего доказывать не надо понимаешь а когда корпоратив постоянно новые люди при этом ты приходишь в новый храм будет это фирма не фирма квартира не квартира школа сад вот тут уж надо всех удивлять всех радует даже как правило если ты приходишь на детское мероприятие ты больше радуешь не детей родители этих детей а потому что дети как говорится дети съедят все хотя при этом нет я в любом случае получаю удовольствие работая с детьми именно они самые искренние они уже ждут праздника ты по и ты ты выходишь ты дед мороз либо какой-нибудь лешие непонятного чудище все они действительно не рады и ты с ними дети многое прощают они наверно даже многое не замечают не замечают и против него была такая история тоже вот это был 1 2 января училась я считаю что лучшее спасение от запаха вчерашнего праздника это ростовая кукла чем чем больше тем лучше у нас был такой шрек вот он должен был фотографироваться с ради с детьми то есть ну первые буквально первый спектакль он отжил честно отжил хорошо а потом мы ему нужно фотографироваться и он так вот в этом всем шреке он там вот в твоей комплекции был а шрек большой он там гулять мог я не знаю там мог в принципе ипотеку на него оформить на этого шрека вот но и он благополучно такой присел на лавочку ручку положил детки начали подходить и он в этом шреке благополучно уснул причем самое интересное еще 30 детей после этого умудрились с ним фотка они просто менялись пока не просекли фишку по когда и шрека начал раздаваться мирный храм очень бывает забавная ситуация например детское мероприятие а я часто бывает стихотворной форме все и в детском саду ну прошел спектакль все как надо вдруг мне оператор присылает отрывочек отрывочек спектакль думаю что такое ну ладно я смотрю и понимаем и женой просто в покатушках благо это видимо в живую не слышно то есть мы так сидим общаемся все отлично а если пересмотреть камеры видимо как-то вырывается вырывает контекст я говорю там есть обращение было у деда мороза тетушка не погодушка и погодушка отец не погодушка на камеры это звучало так погодушка я я чуть не посидел я говорю а как такое вообще лишь лишь а как такое может быть ведь мы все играли не взросл взрослых стали бы мне бы сразу что-то вот так то есть живую это может быть не слышно но я часто когда монтирую кем-нибудь мероприятие я часа гугл гугл это наркетам потаенный голос это знаешь как в ходу бывает внутренне который проскакивает этот тюшка непогодушка так что за нужно стоянным языком одно дело когда-то взрослый корпоратив право что в ругоде когда тебя 20 детский но приходя в дом и самое как вот легкий мастер-класс три способа отказаться выпить три способа отказаться выпить аллергия антибиотики уже не работают ведь или работаем же если сейчас скажу антибиотики скажут а почему то все вообще конечно я работаю у меня следующий детский заказ и я с детьми вот так работаю я вот так работаю с детьми они просто ну как теперь эгара на детей буду дышать на несерьезно часто бывает когда вы приходится выкручиваться деда мороза и опять же с детьми это сложнее потому что у нас знакомый дед как же он сказал вот все интермедиа перед новогодней сказкой он дедушки что-то я такой-то он должен был сказать седовлас и как так то я дети дед мороз получается седовлас и красно-нос кто и дети дед мороз он красно-нос и седовлас кто я дети ребенок дед мороз то есть один ребенок в принципе он спас положение потому что могли ответить и папы и папа это и такие дети многие не из робкого десятка есть кого-то кто и дети дед мороз да такое тоже бывает были не выходы вот связаны с этим на сцену когда нужно было кого-то искать причем искать не искать а искать конкретно у нас тогда у нас тогда поставлять историю нет но к сожалению не знаю насколько многие это заметили мы без фамилий но да без фамилий новогодняя компания и там это был спектакль который воткнули именно в новогоднюю компанию а он чередовался с кем-то и вот пришли должен был выходить персонаж один не буду говорить какой и он очень сильно накидался очень сильно прямо в день прямо в день этот случай когда у тебя мозг точнее речь говорит до свидания я отдохну а ты иди как хочешь разговаривай потому что он он вышел когда текст он помню просто он был невнятный непонятный мы его не понимали зритель разумеется тоже и когда он упал на сцене когда бы то хватался за кулисы это было стыдобище никто ничего не написал благо нам никто ничего не сказал вот но мы этому персонажу потом в тык дали очень серьезно потому что он уже пришел под датой и в течение 30 минут до выхода он как-то умудрился еще видимо где-то так мих лица чайочек и пошел как-то так это было это мне кажется просто страх вот почему чай всегда так предательски придать коньяк почему-то его пришли забирать у него по наполовину костюм уже спущен как это бывает когда мы устали до что так спустил до колен и все и он уже все его просто забрали так вот очень уже не одуплял просто ничего вот но это было давно и я говорю этого человека он прямо вспоминает это у него мурахи под холодный проступает у нас там могло могло все быть намного хуже есть такое устоявшееся выражение есть что вспомнить и детям рассказать ничего знаете на что детям все таки было что-то рассказать рассказать точно есть и главное чтобы это еще с каждым годом только прибавлялась потому что профессия такая она должна всегда быть подпитана эмоциями и чем больше нестандартных ситуаций тем больше тебе приходится из них выкручиваться а это значит опыт это значит новые эмоции спасибо жду тебя в этом году и чтобы вместо этого микрофона ты сюда принес оскар о спасибо лёш спасибо а